В Каспийске активно продолжают развивать доступную городскую среду. Совсем недавно была благоустроена береговая линия первого пляжа. А за последние несколько дней, благодаря меценатам, дорогу до этой набережной сделали комфортнее для людей с ОВЗ и мам с колясками. Территорию от набережной до пешеходного перехода по Халилово недавно облагородил депутат Народного собрания Республики Дагестан Заура Сулов, предусмотрев комфортность передвижения для маломобильной группы населения и мам с колясками. И лично проехал, посмотрел сейчас, как находится наш пандус. Вот здесь, в этом участке, очень удобно, доступно. Вот подниматься, спускаться проблем нет. Я сам спускался сейчас до парка, до городского парка и поднялся вверх улицы Халилово. И хочется сказать спасибо Заура Сулову, что он вот так относится с пониманием, индулитам коляскникам, молодым мамам с детскими колясками. И действительно очень приятно. По словам помощника главы, пандусы на этом участке сделаны по всем нормативам. И шутя обозначает, будто легонько плывешь по волнам. Как утверждает Арсен Пашаевич, его основная задача – это создание условий для инвалидов. Поэтому в преддверии летнего сезона с помощью мецената, руководителя ЖСК Аркада Исты Запира Исаева, на территории от пешеходного перехода Халилова до дома 37 по улице Ленина, которая ведет к морю, удалось сделать новые пандусы, а также устранить недочеты у существующих. Выходила у нас от улицы Халилова, улица Ленина, 10 точек выходила. Вот каждую точку лично мной было проверено. Вы сами увидели, вот углы, которые там были, я их заставлял поточить, чтобы максимально удобно было. Потому что, знаешь, вот этот участок дороги, вот летнее время, очень много людей идут на море в парк, а с ценой дороги, получается, у нас вот эта дорога, чтобы у них потом проблемы не было. Вот лично мной было проверено, я два раза поднялся, спускался, без посторонней помощи, и очень легко. Помимо этого, в этой части города администрация Каспийска установила дорожные знаки «Парковка для инвалидов». Всего их запланировано поставить в 14 точках. В этом году мы начертили карту. Будем устанавливать инвалидные знаки по всему городу. А у нас вышло 14 точек. Мы уже знаки начали устанавливать, еще не закончили. Сначала будем устанавливать инвалидные знаки и потом один день поехать и начертить в асфальте парковочные места и тоже в асфальте инвалидные знаки. Отметим, что следующими объектами для благоустройства доступной среды планируются улицы Ильяшенко и Омарова.